Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Рабочий визит на Смоленску АЭС генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева. Легенды отечественного баскетбола и актеры фильма «Движение вверх» сыграли матч в финале «Кэсбаскет» в Десногорске. Фотовыставка «Объединяющая энергия атома. Россия и Франция». На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Выработка 23 миллиарда 423 миллиона ватт-часов. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе все три энергоблока суммарная нагрузка 3 210 мегаватт диспетчерская графика выполняется. Выработка электроэнергии за 12 дней февраля составила более 775 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработано более 2 миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 178 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 9 февраля состоялся рабочий визит на Смоленску АЭС генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, первого заместителя генерального директора госкорпорации по операционному управлению Александра Локшина, генерального директора концерна «Росэнергоатом» Андрея Петрова, первого заместителя генерального директора концерна «Росэнергоатом» по корпоративным функциям Джумберет Кибучавы. В ходе рабочего визита Алексей Лихачев провел совещание с персоналом атомной станции. Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский доложил о результатах работы коллектива в 2017 году, планах на 2018 год. Он акцентировал внимание на таких важных задачах, как выполнение плана по выработке электроэнергии, ввод в промышленную эксплуатацию пристроя «Хаят», ремонт и модернизация энергоблока номер 3 с целью продления срока его эксплуатации, продолжение программы производства изотопа кобальта 60. Генеральный директор Госкорпорации Росатом отметил, что ближайшая задача Смоленской АЭС – это продление срока эксплуатации третьего энергоблока. Сообщая о планах развития атомной энергетики, подчеркнул, что Росатом считает необходимым наращивать объем генерации в нашей стране. Выполнение программы «Минимум» – замещение в выбывающих блоках, в том числе и на Смоленской земле. К моменту завершения срока эксплуатации первого энергоблока Смоленской АЭС должен быть построен новый энергоблок. Эта тема, связанная с четвертым блоком, с его созданием, это будет, конечно, серьезный толчок для развития не только станции, не только компетенции Росатома и концерна Росанергатом, но и, конечно, для огромного количества предпринимателей, которые здесь существуют, здесь работают. По результатам обхода энергоблока в Смоленской АЭС генеральным директорам была дана положительная оценка состояния оборудования атомной станции. В завершении рабочего визита в городе атомщиков Алексей Лихачев встретился с активом Десногорска и Советом руководителей предприятий. Обсуждали вопросы, касающиеся формирования стратегии социально-экономического развития города-спутника Смоленской АЭС, создания благоприятного инвестиционного климата, качества медицинского обслуживания, благоустройства и образования. Общаться с министром напрямую в живой непосредственной атмосфере – это очень ценно. Самое интересное, что он настолько быстро вникает в проблемы и масштабирует, укрепняет до проблем отрасли, и буквально на ходу выдаются распоряжения и решения, как решить ту или иную проблему из тех, что озвучивали горожане на этой встрече с министром. Одни из самых больших компетенций Росатома, в том числе, это именно глобальное видение. И у Росатома сегодня есть опыт разработки глобальных стратегий, как самого огромного отраслевого предприятия, госкорпорации Росатом, так и отдельных ее дивизионов, так и отдельных городов. Алексей Евгеньевич с пониманием отнесся к проблемам города как в социальной сфере, так и к проблемам, имеющимся в бизнес-сообществе. Обсуждались перспективы развития атомного города Десногорска. Озвучены были конкретные вопросы по социальным сферам. Мы получили однозначную поддержку от руководителя госкорпорации. На встрече было отмечено, что руководство Росатома, концерна Росэнергоатом и Смоленск АЭС заинтересовано в том, чтобы у Десногорска было как можно больше точек роста, которые дадут дополнительный импульс к развитию города. Легенды отечественного баскетбола и актеры фильма «Движение вверх» посетили соревнования Школьной баскетбольной лиги в Десногорске в рамках масштабного праздника баскетбола, организованного концерном Росэнергоатом «Смоленск АЭС», Центром спортивной подготовки «Динамо Росатом», Администрации города и Школьной баскетбольной лигой «Кэсбаскет». В программу мероприятия также вошли олимпийские уроки в школах, встречи с легендарными игроками и тренерами, а также актерами самого кассового за всю историю российского кинематографа фильма «Движение вверх», матч звезд и честование лучших баскетболистов Смоленской области. Проект развития баскетбольного движения, зародившийся более трех лет назад в Десногорске по инициативе директора концерна «Росэнергоатом» Андрея Петрова, на сегодняшний день охватил уже восемь городов-спутников российских АЭС и привлек в свои ряды тысячи школьников. Пусть не каждый из ребят или девчонок станут олимпийскими чемпионками, но то, что им нравятся спорты, баскетбол в частности, и то, что сегодня столько народу в зале, и то, что уже этот город стал, я бы сказал, центром баскетбола, определенным центром российского баскетбола. У меня огромная благодарность родителям, учителям физкультуры, просто многим тем, от кого зависит, чтобы ребята занимались спортом. По мнению генерального директора Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» Сергея Фомина, если во всех городах России спорт станет неизменным спутником молодежи, то впереди у нашей страны еще много олимпийских побед. Актеры фильма «Движение вверх» Александр Риполов, Кузьма Сопрыкин, Егор Климович, на встрече поделились самыми яркими моментами со съемочной площадки. Участники встречи смогли сделать фото и получить автограф на память. Я в восторге от того, как нас здесь приняли, насколько здесь активны в первую очередь детки, насколько они заряжают свои энергии. Мне кажется, что только в таком городе, где есть атомная электростанция, у людей может быть столько энергии, жизнерадостности, поэтому один сплошной восторг. Я очень радуюсь за деток, которые вот сейчас играют и могут насладиться этой атмосферой. Это действительно здорово. Кульминацией спортивного праздника стал розыгрыш путевки в финал чемпионата «Кэсбаскет» по Центральному федеральному округу. На паркете физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» боролись 8 команд из Десногорска, Смоленска, Вязьма и Рослова. В результате первое место среди девушек завоевала команда школы номер 34 «Смоленска». Второе место – команда школы номер 19 «Смоленска». Третье место у команды школы номер 3 «Город Десногорск». Среди юношей убедительную победу одержала команда школы номер 29 «Смоленска». Серебро взяла команда номер 19 «Смоленска». Бронза – у команды школы номер 8 из города Рославль. Лучшими игроками областного чемпионата признаны Елизавета Богданова и Артур Фатулаев. Замечательным сюрпризом для всех участников соревнований и зрителей стал матч друзей, когда на паркет вышли актеры, олимпийские чемпионы, лучшие взрослые баскетболисты Десногорска и самые результативные игроки «Кэсбаскет». В выставочном зале историко-краеведческого музея Десногорска открылась уникальная фотовыставка «Объединяющая энергия атома Россия и Франция». Фотопроект под названием «Объединяющая энергия атома Россия и Франция» приурочен 25-летию юбилея концерна «Росэнергоатом». В торжественном открытии выставки приняли участие заместитель главы города Александр Новиков и начальник отдела управления информацией и общественных связей с АЭС Роман Петров. Хорошо, что вот эта выставка может сегодня показать нашему молодому поколению ту романтику работы в атомной отрасли, в атомной энергии и каким-нибудь образом отразиться на их дальнейшем выборе в своей профессии. Кто-то из них захочет связать свою жизнь с атомной энергией, кто-то захочет связать свою жизнь с промышленностью. Выставка дает возможность каждому прикоснуться к производственному процессу, увидеть в работе атомную станцию, оборудование, людей и весь тот уникальный мир, который представляет сегодня атомная энергетика России и Франции. Выставка очень хорошая, очень хорошие фотографии. И я погрузился в атмосферу той нелегкой работы наших собратьев, наших атомщиков. Очень трудная работа. С выставкой можно ознакомиться до 25 февраля. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас посетить выставку творческих работ ветеранов Смоленской АЭС, которая будет проходить с 20 февраля по 22 марта в Музее поискового движения в 3-й микрорайон здания бывшей детской библиотеки. Время работы выставки с 9 до 18.00 без перерыва. Воскресенье, выходной. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин